Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это ни звучало. Вы, наверное, знаете, если смотрели мой основной канал или канал с Майнкрафтом, что я очень люблю тему замков. Кстати, на этом канале у меня тоже обзоры замков были, поэтому, наверное, вы в курсе. Ну так вот, я это вообще к чему веду? Когда я увидел вот эту штуку в киоске, я подумал, что было бы неплохо взять. Во-первых, потому что это реально про замки и крепости, и тут можно всякие идеи подчеркнуть для построек. Во-вторых, потому что здесь есть настолка. Это карточная настолка, я обожаю карточные игры. Я собирал берсерков, покемонов, черепашек-ниндзя, Человека-паука, Динди... А, нет, Динди, это нет. Ещё что-то у меня есть. Берсер-герой у меня есть. Короче, много всяких карточных настолок я собирал, поэтому я подумал, что было бы прикольно хотя бы чекнуть, что это такое. Тут, короче, в чём прикол. Со вторым выпуском журнала идёт в комплекте коробка с настолкой, в которой 42 карты. Вроде как, этого для игры недостаточно, хотя я в этом не уверен. Что же касается первого выпуска, который ещё можно найти в продаже и который стоит сотку, с ним не идёт в комплекте ничего. Но при этом журнал вроде как, ну, неплохой. Кстати, здесь арты, информация, истории есть. Думаю, нечто полезное отсюда подчеркнуть точно можно, особенно если вы любите постройки. Собственно, вот такое здесь. Ну, как вы понимаете, это чисто такой исторически справочный википедический журнал. Чего-то такого особенно развлекательного здесь не ждите. Хотя, думаю, кому-то зайдёт. И вот тут такая вот реклама этих настолок была. Точнее, этой настолки. И я такой увидел в киоске, решил взять. Сразу скажу, что, скорее всего, 345 рублей это оверпрайс. Здесь где-нибудь написано. Здесь, конечно, не написано рекомендованная цена. Но, если вдруг вы решите это дело покупать, не совершаете ту же самую ошибку, что и я, купите его где-нибудь в глобусе или типа того, где он за нормальную цену рублей в 250 будет. Это, понятное дело, оверпрайс для киоска. Господи, на улице какие-то машины гоняют. Козлы мешают мне снимать. Ну, так вот. Да. Коробочка лёгонькая. И вот такой вот у нас здесь журнал со вставленной картонкой. Чтобы он был типа плотнее, чтобы не мялся, да. А выглядит объёмнее за счёт этого. Так, ну, по журналу, сами понимаете, здесь то же самое, только про другие крепости, про другие места, про другие сражения. Не, ну, серьёзно, это более-менее нормально. Я первый почитал. Интересно. Типа, ну, как Википедия, только не Википедия, только в виде журнала. Как бы Википедия моего детства выглядела вот так, в виде исторических журналов, которые нужно было собирать. Тут разные города. Нижний Новгород, Псков и так далее будет. Нас больше всего, наверное, интересует вот эта вот настолочка Кремля и крепости. Так, а где, блин, мой нож? Всё время я вытеряю, чтобы можно было открыть эту коробочку и посмотреть, что же нам там хотят внутри предложить. Ну, упаковано вроде прилично. А кто это делает? Так, Моди Мио. Моди Мио какой-то делает. Я таких не знаю. Сделано в России. Ну, это похвально, что сделано в России. Так, приступайте к строительству немедля, и Великокняжеский престол будет ваш. Хорошо. Нам предлагают приступать к строительству. То есть мы будем строить крепость в этой настолке. А с последующими настолками... О, господи. С последующими журналами будет идти по... По четыре карты. Это очень мало, на самом деле, кстати. Вы будете очень долго собирать. Выходит он каждые две недели. Но если следующие выпуски будут рублей по 200 стоить, я согласен. Если они будут стоить так же по 350, как со стартовым набором, ну, тут сами понимаете, собирать это смысла не будет особого, потому что слишком дорого. За эти деньги вы спокойно сможете собирать берсерка или даже мотыгу. Итак. Да, не этого я ожидал. Не это ожидал увидеть. Но! У нас здесь один вот такой вот пак карточек, и, собственно, сюда мы можем остальные карты сложить. Давайте прочекаем, что тут... А, кстати. От двух до восьми игроков, 12 лет, 15 минут. Минимальная партия. Пришло время великой битвы. Больше ничего интересного. Коробочка, кстати, очень неприятная. На ощупь не как у настолок, а как у дешевых настолок с фикс-фрайсом. Что же касается карт. Так, 42 картулечки у нас тут. Да, не воспринимайте всерьез-то видео, оно как бы вспомогательное, но если вдруг вам интересно будет посмотреть всякие настолки, то у меня они вообще есть. У меня есть настолка по Майнкрафту дорогущая, у меня есть всякие квесты и прочее, прочее, прочее. Прикол в том, что... Господи, никак не открывается. Прикол в том, что я настолки-то покупаю, но мне играть в них, во-первых, некогда, а во-вторых, особо не с кем. То есть, чтобы собрать компанию Человека в четыре, чтобы интересно было играть, у меня практически нет возможности, потому что обычно все, кто может со мной поиграть, они работают, причем в разное время. Да господи, что ты не открываешься, а? Тут упаковка как крепость сама. Слишком крепкая упаковка. Так, каламбур такой, крепость крепкая. Итак, ну, карты жидковаты, да. В принципе, качество фикс-прайса, реально. Смотрите, они прям совсем такие хлипенькие. Но, вроде как, терпимые. Не совсем уверен, подойдет ли к ним стандартный блистер для карты. Что-то мне подсказывает. Сейчас я схожу за Берсерком, что-то мне подсказывает, что они больше форматом. Ну вот, допустим, один из выпусков Берсерк-герои. Берем отсюда карточку, и да, да. Слушайте, под эти карты, скорее всего, не подойдут карманы. Ну, целлофановые, которые защищают. Или надо искать какие-то более крупные, универсальные. Но прикол в том, что вот эти карты, они знаете, какого формата? Они формата стандартной игровой карты. Я узнаю его. Это именно, что стандартная игровая карта по размеру. Когда-ка коллекционные карточки, они обычно примерно вот такие. Ох-ох-ох. Ну ладно, что же мы отсюда получаем в результате? Так, это у нас шатер. Венчает башню шатер красивый. И видно его было издалече. Выложить эту карту над картой бойницы и завершить строительство. Так, понятно. То есть нам составлять надо всякие крепости из этого дела. Сколько здесь? Шесть. Шесть деталей шатра. Потом есть вот такие ворота. И собрался лют, ведь весь. Господи, какой ужасный шрифт. И построил ворота крепкие да надежные. Выложил эту карту над картой фундамент. А, то есть еще и фундамент будет. Тоже шесть штук. Бойницы. Выложил эту карту над картой ворота, чтобы подручнее было защищать башню от супостата всякого. Бойницы в ней устроили. Бойницы. Блин. Нет, слушайте, это реально очень плохо читать. Очень неудобно. Потом, конечно, привыкнется, но все равно. Фундамент. Ну, понятное дело, что фундамент это фундамент. Типа основание башни. Взрыв порохового склада. Ни хрена себе. Это у нас карта действий. Да, смотрите. Вот это, короче, карты строительства. У них вот такой логотипчик есть с постройкой. Это карты событий. То есть здесь у нас колокольчик. Раздался вдруг громкий взрыв, и слышно было его на много верст. И рухнула башня до самого основания. Ни хрена себе! Типа такой строишь, строишь башню, потом хрена взрыв, и до основания рухнуло. Две. Потом пожар. Шатер горит в пожаре только. Есть рачительный, да, рачительный воевода. Заговор тот был, или опложность чья, но большой беды удалось избежать. А рачительный это типа внимательный или наблюдательный. Отменяет действие карты пороховой взрыв порохового склада вместе с картой бдительный страж. Отменяет действие карты осада. Двое воевод, ловкий сокольничий. Господи, этот мужик выглядит, как будто он только что прибухнул конкретно. Реально, у меня вот алкаши на районе также с такими же лицами ходят. Хотя хрен его знает, может он прибухивает тайком от орла. Посмотрите на лицо этого орла, он такой типа, да-да, я все видел, я все знаю. Именно так и было. Так, воровство. Под покровом ночи проник к нам враг и гадкое дело совершил. Звучит так, как будто он насрал на коврике, а не ограбил. Гадкое дело совершил. Осада. И пришли они с войсками к воротам нашим и атаковали нас. Отдайте противнику башню, на которой сыграна карта. Знаете чё? Осада работает не так. Когда осаждают, там типа убивают солдат, а не башню забирают. Прикиньте, вас осадили и унесли башню. Звонарь. Вовремя заметили мы неладные и громко тогда звонили в набат. Бдительная стража. И ласточкины гнезда. Хороша башня была, только ласточки поселились в ней и настроили гнезд. Выложите эту карту поверх карты бойницы. А чё вам плохого ласточки сделали? Мда. Ну, в отрыве отправил. Ну, как бы не очень понятно, чё от нас хотят. Но, в принципе, понятно. Мы строим башню, мы кидаем друг другу всякие эти, всякие гадости, типа осаду, и отбиваемся всякой охраной и прочим. Особо интересной эту настолку вроде как назвать нельзя, и особо качественной её назвать нельзя. Тем не менее, это имеет место быть, и довольно прикольно то, что вообще такое попытались реализовать. Попробую купить ещё парочку журналов, но, наверное, обзоры больше снимать не буду, потому что, ну, не имеет смысла. Я объяснил суть, показал, что такое есть, и кому будет интересно, те, наверное, купят. Кому неинтересно, не покупайте, потому что есть огромное количество вещей, на которые более достойно можно потратить деньги. На этом всё. Лайк, подписка, комментарий с вас, с меня ролики каждый день. Ещё увидимся. Пока.